Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить подъем воскресительности гробниц, или что-то там родословно их связано, не помню, тут тоже не пишет, хотя, да. Не помню, чтобы он хоть раз ей пользовался. Герб семьи Крофт и инициалы. БК? Это что, моего дедушки? Хорошо, теперь я смогу разжечь камин. Я сделал небольшую хитрую карту для экспедиции Лары в ее день рождения. Я использовал невидимые чернила, которые Амелия много лет назад купила для меня в Марокко. Помню, как меня тогда взбесила напористость торговца, но Амелия только улыбнулась своей солнечной улыбкой и заплатила ему без долгих раздумий. Я думал, что это подделка для туристов, но невидимые чернила оказались настоящими. Оказывается, имя нужно писать на особом пергаменте, а после высыхания чернил его надо нагреть, чтобы проступило написанное. Это будет отличной загадкой для Лары. Я добрался до монастыря, который, как и предполагал, рот был сокрыт в Гималаях. Сейчас я стою на высоких каменных стенах, потрясенный величественной красотой гор вокруг меня. Прямо дух захватывает. Эту величественность дополняет ощущение истины, которым пронизано это место. Хотя монахи и поприветствовали меня, как у них принято, они, похоже, ожидали моего прихода. Должно быть, они знали, что рано или поздно кто-то вроде меня явится сюда в поисках ответов на вопросы. Я точно знаю, что пришел куда надо. Они уже совершали этот обряд. Подтверждением тому служат характерные символы, вырезанные на полу и рисунки на стенах внутренней комнаты. Они уже создавали эликсир. И снова его создадут, если я смогу их убедить. Я сразу же отправил сообщение Амилии. Хочу, чтобы она была рядом со мной при совершении этого открытия. Папа искал некий эликсир. Эликсир жизни? Без понятия. Записка Уинстона. Он прятал по дому конфеты, а я их потом находила. Ну да, ясненько. А, вспомнила. В Древнем Египте каждому району соответствовал символ и число. Я всегда предпочитала эти знаки иероглифом чисел. Так, посмотрим, посмотрим. Оба этих мифа ссылаются на один и тот же источник. Где-то я уже видел это изображение. Пап, вот здесь. В главе про районы Египта. Да, точно. Думаю, ты права, Лара. Помню страницу с изображением Ра. Боже мой, ты всё-всё запомнила. Похоже, мы на пороге открытия. Значит, я стала твоим помощником? Конечно, я не только помощником, милая. Сколько воспоминаний. Славные деньки. Лучшие в моей жизни. В своё время я очень любила эту книгу. Обожала рисовать иероглифы. Ну, ясно. Дополнение к центральному залу, сделанное в 1820-м. Ну, осталось только вот эту подвигать. Ну да, потому что здесь-то я не залезу. Помню, как я в детстве свалилась с этой лестницы. До сих пор плечо иногда побаливает. Всё ясно с тобой. Ты ещё с самого детства любила падать. Ой, да. Ничто не меняется, заметили? Сама где-то любила падать. Что с ней не так? Хм, ничего. Разве что значок ключа. Я помню эту карту. Она ведёт к универсальному ключу. Но она начерчена невидимыми чернилами. Чтобы их увидеть, надо её нагреть. Ну, ладно. Карта. Похоже, ключ спрятан под сундуком около книжного шкафа. Ну, как говорится, место отмечено крестом. Универсальный ключ. Теперь я смогу попасть в западное крыло. Отлично. Ну, мы-то сначала всё посмотрим. На день рождения я охотилась за короной фараона. Сколько мне тогда исполнилось? Шесть? Восемь? Кажется, этот иероглиф означает число. Но какое? Бога ради, запомни комбинацию, старый дурак. Сокровище из экспедиции Лары. Моя любимая картина, написанная Амелией. День годовщины нашей свадьбы. День. День. Вечером Амель. Я добрался. А где фотографии хранятся? Ладно, в папинах подсказках упоминаются мамины картины и годовщины их свадьбы. Надеюсь, в западном крыле найдутся ответы. Привет, пап. Я тут думала о маме. Хотелось бы узнать о ней побольше. Как вы познакомились? Какой она была? Уинстон мне сказал, она была талантливой художницей. В запертом западном крыле есть её картины? Ну и... Мне просто надо знать... Она любила меня, пап? Она когда-нибудь это говорила? Наверное, я веду себя глупо. Но может, ты расскажешь мне о ней побольше, когда я вернусь из школы? Мы это уже обсуждали. Там мамина комната? Послушай, доченька, просто не ходи туда. Всё хуже, чем я думала. Как странно и красиво. Давай, Лара, соберись. Тебе просто чудится. Мамина студия. Папа запечатал её сразу после её смерти. Наверное, ему не хотелось здесь... Ничего тревожить. Милорд, мы все надеемся, что ваша работа получила на конференции достойный приём и с нетерпением ожидаем вашего прибытия домой. В очередной раз мне бы хотелось привлечь ваше внимание к инциденту, имеющему отношение к нашему маленькому ангелу. Похоже, что Лара стала объектом насмешек со стороны девочек в школе. Насколько я смог выяснить, некоторые юные леди дразнят её за то, что она... похожа на пацана. Вам ли не знать, какой становится Лара, если её загнать в угол? Скажем так, больше они её не побеспокоят. Но полагаю, что их слова произвели определённый эффект. В последнее время Ларри очень недостаёт матери. Она переживает, что не похожа на остальных девочек. Учитывая, что она растёт под опекой лишь отца, некоторое отчуждение от сверстниц вполне ожидаемо. Я подумал о вашей новой знакомой Анне, если я не ошибаюсь. Возможно, она смогла бы оказать надлежащее влияние. Может быть, стоит привести её в имение и познакомить с Ларой? В любом случае, вам решать, когда для этого настанет подходящее время. Желаю вам вернуться целым и невредимым. С уважением, Уинстон. Годы шли, а тут ничего не менялось. Мамины картины. Какая из них была его любимой? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай. Ну тут же видно, что четыре написано перевёрнутые. Так. Четыре. Сегодня я возвращалась домой, чтобы забрать свои картины Наверное, стоило написать Я возвращалась в дом родителей Атлас был в приотвратнейшем настроении Исходил ядом Охаживал Ричарда своими остротами Но я лишь только смеялась Подумать только И когда-то я прислушивалась к советам брата В вопросах собственного счастья Моё равнодушие лишь раззадорило его Так я его и оставила в отцовском кабинете Бурчащего себе под нос По дороге домой Уинстон сделал крюк по сельской местности Я рассматривала свои картины Ричарду больше всего нравится та абстрактная Что с красными прямоугольниками Я представляла себе Как подарю ему её И улыбалась Я была счастлива Я ехала домой Красные прямоугольники Любимая картина папы Может в ней есть подсказка комбинации Четыре куба Четыре Пойдёмте по сюжету Почти получилось доченька Вот Дай-ка покажу Вот так Видишь Отлично Лара Очень хорошо Интересно Какой была бы моя жизнь Будь она жива Не знаю Я сражалась со скептицизмом своей семьи Сражалась за Ричарда и нашу любовь Но стоило мне поселиться в имении Крофт Как появились сомнения Сможет ли цветок любви прорасти в этих мрачных Напоминающих пещерные своды залах и бесконечных коридорах Неужели я сделала ужасную ошибку Как же я счастлива, что ошибалась Ричард познакомил меня с имением Моим новым домом При помощи игры Первый ключ, состоявший из пяти перепутанных слов на разных языках Указывал направление Второй ключ Пустой свиток пергамента на кухне Тепло свечи помогло обнаружить на нём послание Написанное лимонным соком Я следовала его подсказкам шаг за шагом И пока я разгадывала его загадки С моего лица не сходила улыбка Наконец я дошла до развязки Над лужайкой он натянул белый балдахин И устроил пикник Мы смеялись, ели А все мои сомнения растаяли вместе с утренней дымкой Любовь может выдержать всё И выдержит Хорошо Мама и я Впервые вижу эту фотографию Какой же я была маленькой Мда Не помню этого момента Жаль, я ничего об этом не помню Мама умерла такой молодой Это использовалось на выставке маминых работ в Лондоне Всё бы отдала, чтобы там побывать Тут написано Амелия Крофт собирается устроить выставку в Нью-Йорке Интересно, чем дело кончилось Знаешь, мне вот неинтересно Мне вообще пофиг Лара появилась на свет этой ночью Не без проблем, конечно Но всё в порядке Она прекрасный, здоровый ребёнок В жизни не видела Ричарда таким счастливым Уверен, он празднует эту ночь с бокалом своего любимого виски Так спокойно и мирно Лишь мягкий шёпот дождя Да тихое, нежное посапывание новой жизни у меня на руках Лара Лара Крофт Дорогая моя дочка Выразить словами мои чувства очень сложно Между нами связь Такая сильная Я и ожидать не могла Любовь настолько чистая и искренняя Однажды и ты её почувствуешь Куда бы ты ни пошла Где бы ни нашла себе место в этом мире Между нами всегда будет эта связь Хорошо Как хорошо, что осталось только мамин в полотене После гибели Амелии поместье сильно изменилось Повсюду тусклый свет и невыносимая тишина Лара ещё слишком мала, чтобы осознать случившееся Но и она ощущает изменения Она спросила про свою маму лишь однажды Боюсь, что моя реакция её напугала Мне трудно приглядывать за Ларой В последующие несколько месяцев не обойтись без помощи Уинстона Я не знал, что горе может так подавить человека Я полностью сломлен Понимаю мне не избежать боли, но я сделаю всё возможное Чтобы ускользнуть от неё Я закрою западное крыло на время, пока живу в этом доме Там всё останется таким, как при Амелии Возможно, когда-нибудь Лара найдёт там ответы на свои вопросы Может быть Должно быть, именно это путешествие помогло мне принять решение Я смогла увидеть Ричарда в его стихии Увидеть как лучшее его качество, так и худшее Я испытала чистоту и хаос его истинной страсти И поняла, что хочу, чтобы эта страсть была в моей жизни Каждый день Свершилось Ричард хотел подождать ещё четыре дня до моего дня рождения Но я и слушать не стала У меня слово с делом не расходится Так что мы нашли в Луксоре прелестную маленькую часовню И обручились там в лучах заходящего солнца Рот и остальные наши друзья были свидетелями Мать никогда меня не простит Атлас навеки меня отвергнет Но мне уже всё равно Я свободна от всех обязательств перед семьёй Де Марней Теперь я вольна следовать своим страстям Жить собственной жизнью в окружении тех, кто меня поддерживает и вдохновляет Что бы ни принесло мне будущее, я жду его с нетерпением Завтра мы с Ричардом возвращаемся в Лондон уже как читакрофт Будем прокладывать наш путь вместе Это же папа Похоже это семейная традиция Но что бы с меня такой слепили И подумать смешно Ага Мне тоже смешно Даже представить это тяжело После всего, что он сделал Зачем ты рассказала ему об экспедиции? Мамины духи Какой знакомый запах Навевает воспоминания Ну ладно Та женщина, которая не помнит мать Ты многое вспоминаешь о ней Какая красавица Тут дата Октябрь Чёрт, числа выцвели Их годовщина была в октябре Но когда именно? И как вышло, что я этого не знаю? Где-то должна быть ещё одна подсказка Знакомый кулон Папа подарил его маме на день рождения 13 октября День рождения мамы Родители играли свадьбу в октябре Это точно То ли за несколько дней до её дня рождения То ли позже За четыре дня, сказано Теперь я смогу открыть сейф Это значит девятого Меня переполняет гордость Амелия ждёт ребёнка Поразительно, как всё в жизни меняется Из-за столь простого события Мы не знаем пока мальчик или девочка Но мы уже думаем, как назвать Может, Бенджамин Так звали моего дедушку Или, может быть, Гриффин Он был ещё более известным Крофтом, чем даже я Нет, Амелия будет против Кроме того, она уверена, что родится девочка Амелии нравятся классические имена Вроде Скарлетт или Кейт Хотя я постепенно убеждаю выбрать Лара Это намёк на бога солнца Ра Как скажет Йоханссон Мы родились в Египте Я часто думаю о новой личности, которую мы вместе создали О том, насколько она будет похожа на нас Несмотря на все мои исследования и легенд о бессмертии Я, возможно, проглядел самый очевидный ответ на терзающие меня вопросы Мы живём в наших потомках Наши гены, ДНК, наш опыт Передаются из поколения в поколение Возможно, это и есть истина вечной жизни А я был просто слишком упрям, чтобы её принять А, всё? Что-то не всегда Папа, сам того не зная, открыл секрет бессмертия Мне было тяжело Нужно было с кем-то поговорить А Атлас всё-таки мой брат Я ему не доверяю Ричард, я этого и не прошу Но, пожалуйста, доверься мне Прости, дорогая, но я его знаю Он всё разболтает газетчикам И мы лишимся инвесторов Тогда отправляйся, без меня Сегодня же Я всё улажу с Атласом И через неделю приеду Я была такой маленькой Но я до сих пор помню эту ссору Родителям иногда приходилось очень тяжело Кажется, это папина карманные часы Ну да Остановились точно на полуночи Мамино обручальное кольцо А я-то думала, что с ним случилось Надпись почти стёрлась Амелия была бы против Одного этого хватило бы Для разрыва отношений Но таким уж меня создал Господь Упрямым глупцом Я запер все двери западного крыла И не собираюсь их открывать Пока не придёт конец моей жизни Или моему упорству Прошлым вечером Род сказал мне, что когда-нибудь Я передумаю Он сказал, что подобно сломанной руке В гипсе душевная рана Когда-нибудь залечится И мы снимем гипс, чтобы снова полноценно жить Эта метафора привела меня в ярость Уж очень неуклюже Род уподобил нашу потерю Временному неудобству В его грубых словах содержится мудрость Но я сделал то, что должен был сделать Возможно, когда-нибудь Лара Распахнёт двери Чтобы снова впустить солнечный свет Может быть, она найдёт умиротворение в этом доме Ну, хотя бы это старьё ещё работает А подождите-ка, а что на первом этаже творится? Там же была дверь, которую я не мог открыть С этой стороны Мисс Лара Я взял на себя смелость приготовить поднос Раз уж обе пошёл не по плану Вдобавок к обычным блюдам Я включил ещё пару лакомств Буду крайне признателен Если это останется между нами Я убеждён, что этот вечер требует чего-то особенного Простите мою вольность Но ваш быстрый уход из-за обеденного стола Позволил мне предположить, что вы обеспокоены И я решил немного вас порадовать Я давно уже знаю вашего отца Сила его увлечения может порой испугать Но я вижу и в вас отголоски той же самой страсти Вы гораздо больше похожи на него, чем сами полагаете Не смейте сомневаться Он любит вас больше, чем все свои исследования Больше, чем свои артефакты Больше, чем что-либо в этом мире Бури имеют свойство заканчиваться И завтра небо снова будет голубым и ясным Когда закончите, будьте любезны оставить поднос снаружи Будьте покойны С уважением, Уинстон О, да ладно Тут все время был проход А почему я и не знал об этом А, понял Так, а где искать эту подсказку? Это нечто небо Наконец-то я Привет, Ио Вечером А куда они в реале-то сохранились? Сюда, что ли? На день рождения Это карта нашей первой Карта Похоже Ничего Это папа Она этой доставит Мама О Ловушка Корона Записка Уинстона Она этой доставит Мама Ни Мамина Папа любил Мамина Папа Зай Нет, значит Папина Карта забытых городов Север Мамина В свое время я очень любила Папа Хоть Папинок Кажется, это Папина Карта Папа 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 Очередной Мамина Папа Где Так Это Бюсты О Папа 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 Ладно Папа Это Мамина Кажется Папа Кажется это использовалась мамина вспомнила в древнем египте каждому району соответствовал символы 5 я всегда предпочитать 5 4 9 походу пароль вот я сразу отсюда залезу но мы все посмотрели так что давайте 5 4 9 тоже куба было 4 папа а что у тебя там ничего важного лара всякие документы на поместье так если они не важны зачем прятать их в сейф от тебя ничего не утаишь верно там действительно есть кое-что важное для тебя возможно когда-нибудь она тебе понадобится ну я на тебя рассчитываю папа одна из масок народа юруба подарок папиного друга из нигерии ладно все не будем затягивать откроем уже ладно я нашла все подсказки пора решить эту головоломку получилось да я рада что папа сохранил его нет кажется это не то я не нахожу слов воли едва хватает чтобы не поддаться страшному горю самолет амелии разбился в горах она погибла одна окруженная снегом надеюсь что я спасу ее господи только не она только не сейчас я не могу с этим смириться жизнь без нее будет для меня мучением я знаю что надо сделать я настроен решительно я верну ее к жизни возможно именно за этим я сюда пришел возможно это судьба испытание моей веры в истину которую я так долго ищу рот будет против но как быть с ларой я не смогу смотрите и в глаза если не попытаюсь я должен попробовать вернуть амелию к жизни монахи готовят эликсир скоро я узнаю не напрасно ли потратил столько лет на поиски этой истины что ты наделал продолжение папиной книги о бессмертии ему так и не удалось ее опубликовать рукопись это единственная копия черт и это не то я была уверена что завещание тут стоп а это что пустая страница должно быть оставил ее для меня наверняка что-то важное ты думаешь что она пустая скрытое послание что это за странные отметки должно быть подсказка скрытое послание и что я должен сделать с этим в древнем египте каждому району соответствовал символы число я всегда предпочитала эти знаки ирок который выяснялся в в в в Продолжение следует... 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 Тибетский свиток. Помню, как папа изучал его по ночам. Страница из плана реставрации. Они не хотели, чтобы кто-то чужой узнал о существовании усыпальницы. Любовь моя. Сейчас так тихо. Вокруг лишь тишина и спокойствие. После всего безумия и хаоса катастрофы я не могу не восхищаться красотой этих гор. Я понимаю теперь то волшебство, что влекло тебя сюда. Знаешь, что я... Мне сейчас совсем не больно. Только невероятно грустно. Грустно от того, что никогда больше не увижу твою улыбку. Не увижу, как вырастет наша дочь. Так много осталось невысказанного, но я устала. Садится солнце. Скоро меня окутает ночной холод. Знаю, скоро я засну и больше никогда не проснусь в этом мире. Мне страшно, Ричард. Что ждет меня там, на той стороне? Ты знаешь, у меня всегда были проблемы с верой. Что ж... Буду тогда держаться за твое. Я держусь. Держусь изо всех сил, любовь моя. Будь отцом, которого заслуживает Лара. Знай, что я останусь жить в ней. Мама умирала в одиночестве. Она была такой смелой. Я как бы тоже неверующий. У меня с этим тоже проблемы с религией. Возможно, он поможет мне попасть в другие части имения. Лом. Тут надпись. Это вселенная Крофт. Знания наши на востоке. Покой наш на западе. Будущее наше на юге. Прошлое наше на севере. Прошлое наше на севере. Неужели под именем что-то есть? Собранные папой знания. Сколько там должно быть тайн? Без понятия. Одна из статуй, привезенных папой из Китая. Он полагал, что она связана с храмом Сиянь. Нужно будет как-нибудь заняться этой теорией. Ричард, я пытался встретиться с тобой на прошлой неделе, но твой слуга выпроводил меня, будто торговца столовым серебром. Он сказал мне, что ты убит горем и пока не готов принимать гостей. Он сообщил, что ты винишь себя в этой утрате. Что тут скажешь? Кого же еще к дьяволу винить? Надеюсь, тебе больно. Надеюсь, отныне каждое мгновение твоей жизни будет наполнено нескончаемым эхом утраты. Надеюсь, ты проживешь достаточно долго, чтобы почувствовать, как вопреки всем твоим надеждам эта боль только нарастает. И по делам. Ты лишил нас Амелии. Ты уничтожил ее репутацию и отравил ее разум своими детскими фантазиями. Ты все равно что задушил ее своими руками. Больше никогда ко мне не обращайся. Но ты должен принять меры, чтобы обеспечить будущее своей дочери. Тебе не приходило в голову, что, возможно, будет лучше, если ты последуешь за Амелией, не откладывая? Как официальный опекун Лары, возможно, я мог бы частично сгладить тот вред, который ты уже причинил бедняжке. Если нет, то я сделаю все возможное, чтобы фамилию Крофт навсегда позабыли. Лара заслуживает лучшей доли, чем ты, как заслуживала ее и Амелия. Как и все мы. Атлас. Ну вот же, ублюдок. Все кончено. Я сделал все, что мог. Но моя Амелия так и осталась хладным трупом. Увидев мои наброски, Рот сначала нахмурился, а затем уговаривал меня не совершать этот обряд. Он боялся не того, что обряд сработает, а того, что сделаю я, если он не сработает. В итоге обряд не сработал. В чем у меня нет сомнений. Я приготовил все согласно результатам моих исследований. Когда я бросил камень в эликсир и поднес его к губам Амелии, я на мгновение подумал, что у меня получилось. Была полночь, и мои карманные часы вдруг остановились. Воздух был наэлектризован, как перед ударом молнии. Я представил себя, как жизнь выливается из меня, будто из опустошаемого сосуда, и вливается в Амелию. Я бы умер счастливым, если бы перед смертью увидел глаза Амелии снова чистые и живые. Но этот момент прошел. Амелия так и не ожила, а я никакой не арфей. Мы вернемся в поместье и погребем ее тело. Больше я ничего не могу для нее сделать. Да. Ты доставил ее тело домой. Она где-то здесь. Пойдем мы туда уже в следующей серии. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.